МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Евгения Бабикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Верим в вас и в победу. Артем Сдунов наградил бойцов Росгвардии. Город мира, дружба и созидание. В Саранске завершил свою работу масштабный научно-общественный форум. Долгожданный ремонт работы на одном из участков Старопосадской улицы завершен. Помощь малому бизнесу. С 2020 года в Мордовии заключено 10 тысяч социальных контрактов. Зима пришла раньше срока. В Темникове выступил театральный коллектив из Казани. Мужественные и отважные. Они выполняют свой воинский долг, защищают Родину и безмерно ее любят. Все это про наших военнослужащих. 23 ноября тем, кто отличился в ходе специальной военной операции, глава Мордовии Артем Сдунов вручил высокие государственные награды. Каждый из присутствующих сотрудников Росгвардии готов без промедления выполнить свой долг перед Отечеством. И уже доказал это на деле. Глава Мордовии отметил, несмотря на все риски, они успешно справились с выполнением боевых задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Хочу отметить, что личный состав выполнял оперативно-розыскные задачи, мероприятия по силовому сопровождению, обеспечивал контрольно-пропускной режим, сопровождение и обеспечение безопасного передвижения воинских колонн. Ну, что очень важно, эвакуация мирных граждан. Многие из них оказались на территории Российской Федерации. Кстати, многие из новых территорий России сейчас проживают и в Мордовии и хотят продолжать и устраиваться на работу. Но самое главное, вы им сохранили жизнь и надежду в будущее. Я хочу пожелать вам всем, прежде всего, удачи. Вы выполняете тот долг, оберегая от той беды, которая постигла Украину, оберегайте Россию и, в частности, территорию Мордовии. Мы верим вас в нашу победу и очень ждем на мордовской земле. Также руководитель региона напомнил про готовность оказать всемирную поддержку близким и семьям военнослужащих. Помощь будет оказана по любым их просьбам. А самим бойцам, указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность вручили высокие награды. Среди них Орден Мужества, 19 медалей Ордена за заслуги перед Отечеством двух степеней, а также медаль за отвагу и медаль Жукова. За мужество и отвагу, а также смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Орденом Мужества награжден полковник полиции. Помощь, которую руководство региона и правоохранительного блока оказывает боевым подразделениям республики, неоценима. С такой поддержкой личному составу из Мордовии все задачи по плечу. Невозможно выполнить задачи без поддержки общества, органов государственной власти, правоохранительного блока, силовых структур республики. Мы эту помощь, содействие и поддержку осуществляем с первых дней. Спасибо за наш совместный труд, за нашу совместную службу. Победа будет за нами. Полина Кременкова, Татьяна Бажанова, Владимир Надькин. Народные новости. В Саранске завершился масштабный научно-общественный форум «Саранск. Город мира, дружба и созидание». В его рамках состояли всероссийские научные конференции, мастер-классы, научно-просветительские лектории. Участниками стали более тысячи человек из 60 регионов страны. В заключительный день форума наградили победителей, призеров конкурса исследовательских работ студентов и школьников. Научно-общественный форум «Саранска. Город мира, дружба и созидание» больше чем за месяц объединил школьников, студентов, ведущих учёных, политических и общественных деятелей. Форум – важный этап в цикле событий, посвящённых Году культурного наследия народов России. Позади научные чтения, конференции, круглые столы и выставки. А ещё конкурс исследовательских работ «Гордость моей Родины», приуроченный к 400-десятилетию освобождения Москвы от польских интервентов. В начале мая преподаватели Мордовского госуниверситета вышли с инициативой главе Республики о проведении конкурса. Артём Сдунов её поддержал и принял предложение возглавить оргкомитет. Можно заниматься строительством, можно заниматься развитием технологий, выстраивать. Но если мы не будем заниматься духовным здоровьем, не усиливать морально-патриотические качества наших молодых людей, да вообще наших граждан, это в конечном счёте приведёт только к беде. Мы смотрим, что в соседнем государстве происходит. Вроде экономикой занимались, что-то делали, строили, но всё это рушится. Потому что нет морально-патриотической устойчивости, нет веры в будущее, нет веры в государство. Мы не должны этого допустить. Я считаю, что мы сделали очень большое дело. Конкурс призван привлечь внимание к сохранению исторической памяти и не допустить фальсификации истории нашей страны. Его провели в два этапа по четырём номинациям. Участники писали о героях военного и трудового подвига, делали проекты о своих населённых пунктах, памятных исторических местах и объектах, рассуждали о значимых событиях российской истории и рассказывали о школьных и местных музеях. Очень важно подчеркнуть, вот такой очень знаковый момент, что в нашей многоциональной, поликоэффициентальной России основой единения нашего является не родство по крови, а общность судьбы, наша история. Конкурс приобщил школьников и студентов к работе с музеями и архивами. Например, победитель номинации «Непомеркни слава героев» Тимофей Арсентьев в своей работе рассказал историю Николая Рощина, участника Великой Отечественной войны. В исследовательской работе ему помогли материалы из Ельниковского историко-краеведческого музея. Так как я первый раз знакомился с таким форматом республиканским, мне было немножко страшно, думал, что довольно будет сильная конкуренция. Да, она была, но если прибавить немножко усилий, то все выйдет как на первое место. Работы прислали из разных уголков республики, подключились школьники, студенты вузов и СУЗов. Из 123 работ выбрали 16 лучших, 12 стали победителями и призерами, 4 вручили поощрительные дипломы. Однако в будущем участники будут получать дополнительные бонусы. Этот вопрос планируют подробно рассмотреть на очередном научном совете университета. Мы можем принять эти решения, и мы регулярно их принимаем, давая возможность получать дополнительные баллы за индивидуальное развитие, которое потом учитывается при поступлении в университет. Поэтому, наверное, следующим шагом развивая эту работу, безусловно, это будем учить. Конкурс проводят впервые. Он дает возможность участникам погрузиться в историю родной страны. По словам организаторов, участники с энтузиазмом подошли к выполнению проектов. В дальнейшем конкурс исследовательских работ «Гордость моей Родины» станет ежегодным и увеличит свой масштаб. Ольга Данилова, Станислав Семин. Народные новости. Российский Красный Крест – старейшая гуманитарная организация России, региональное отделение которой уже на протяжении 24 лет активно работает в Мордовии. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано 23 ноября. Главой Мордовии Артемом Сдоновым, председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком и председателем Мордовского регионального отделения Российского Красного Креста Натальей Коптилкиной. Соглашение о сотрудничестве затрагивает реализацию в регионе программ в сфере здравоохранения, подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации, обучение населения навыкам оказания первой помощи, популяризации добровольного, безвозмездного донорства крови и костного мозга, а также оказании социальной помощи нуждающимся. Мы сейчас в этой работе крайне заинтересованы. Что касается даже тех же ста аптечных ваучеров, которые были выданы для жителей Донецка и Луганских народных республик в августе, это очень помогло и нашло позитивный отзыв. Традиционные столицы по поляризации донорства, профилактике различных заболеваний и, конечно же, просветительские мероприятия. Не только для молодежи, а вообще для людей в республике проживающих. Я хотел особое слово благодарности вам сказать за поддержку мобилизованных. Их крайне важно сейчас обучать оказанию первой медицинской помощи. Мы немножко как-то подостыли от всего этого, немножко расслабились. Это касается вопросов и начальной военной подготовки, оказания первой медицинской помощи, но и в целом таких мобилизационных мероприятий. Сейчас все привозим в соответствие, и вы наши надежные партнеры. Еще раз повторю, что подписание соглашения, оно лишь венчает, наверное, те отношения, которые уже сложились. Также на встрече было отмечено, что уже более трех тысяч жителей республики стали участниками акции Красного Креста. А 26 ноября в Мордовии впервые пройдет региональный чемпионат среди школьников и студентов по оказанию первой медпомощи. Команда регионального отделения Наталья Алексеевна за очень короткий промежуток сделала очень многое. Наверное, если бы можно было дать такую награду «Прорыв года», вот как раз Наталья Алексеевна стала бы одной из тех, кому бы мы этот «Прорыв года» дали. Было отмечено, что в регионах России организации создано 40 центров по подготовке социальных работников по уходу за больными. В 2023 году такой центр появится и в Мордовии. Только в текущем году обучение первой помощи прошли около двух тысяч школьников и 659 студентов республики. Кроме федеральных проектов, у нас еще есть выбранный грант, который мы начали реализовывать в феврале 2022 года. Он тоже по первой помощи, называется «Умпульс есть». В рамках этого гранта мы запланировали обучение 130 школьников, 65 учителей, 16-часовому курсу. Плюс еще проведение семинаров. На средства гранта мы провели в офисе ремонт небольшой, закупили симуляционное оборудование. В регионе также работает школа пациентов и групп взаимной поддержки людей с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Активно идет популяризация добровольного донорства крови и костного мозга. Еще в Мордовии организована подготовка специалистов по психосоциальной поддержке мобилизованных и их семей. Обучение проходит 22 добровольца. После завершения они будут подключены к горячей линии поддержки для индивидуальных консультаций. Валерия Новикова, Народные новости. Кадры решают все. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда породил парадоксальную ситуацию. Часть жителей Мордовии уезжают на заработки в другие регионы, в то время как флагманы промышленности республики вынуждены привозить рабочую силу из-за пределов Мордовии. Как исправить ситуацию, обсудили 22 ноября в Доме республики. Трудовая миграция – вопрос для Мордовии традиционно острый. В современной истории республики лишь однажды наблюдалась положительная сальдо. При подготовке объектов в Мундиале в регион привлекалось много приезжих рабочих. Чемпионат остался в прошлом и тенденция возобновилась. При этом покидают регион в основном молодые и трудоспособные мужчины. Самое печальное – рабочие места для них есть и на малой родине. Устранить дисбаланс – первостепенная задача правительства. Нам или завозить тогда надо людей, и в этом признаться, и что-то с этим делать, Вадим Николаевич. Когда начнем насчет этого вообще думать, насчет миграции-то? Если проекты создать, там за счет бизнеса – это полусилы, и некоторые не могут набрать людей. Давайте занимайтесь этим вопросом. Экономика без этого работать не будет. Флагманы экономики Мордовии наращивают объемы производства, но они уже столкнулись с кадровыми проблемами. Например, на предприятиях, входящих в группу компаний «РМРЛ», не хватает порядка тысячи специалистов. Открыты вакансии как рабочих профессий, так и инженерно-технических работников. Это рабочие специальности, такие как электросварщик, токарь, слесарь, вальцовщик. Это первостепенные специальности и потребность, которая нужна уже сегодня. А также инженер-технологи, конструкторы, программисты. Увеличение объемов производства на Русхимаше отражается на зарплате его тружеников. В этом году она выросла на четверть. На сегодняшний день средняя заработная плата по заводу – 65 тысяч рублей. По рабочему персоналу – порядка 80 тысяч. Для работников предприятия предусмотрены и другие меры социальной поддержки. Те, кто придут на завод, смогут пройти переобучение и получить новую специальность. В прошлом году на Русхимаше была открыта фабрика знаний и умений. По сути, это собственный корпоративный институт рабочих специальностей. Добавлю, что некоторые из тех, кто в свое время покинул завод, начинают возвращаться на рабочее место. Я работаю на Русхимаше 2006 года. За это время я освоил много специальностей. Сейчас, на данный момент, я работаю на плазменном установке. За это время, пока я работал, я несколько раз искал хорошие места. Работал в Москве, в Санкт-Петербурге. В конце концов, я вернулся сюда, на рабочее место. Я занимаюсь той работой, которая мне нравится, которая мне к душе. Вакансии есть не только на Русхимаше. Две с половиной сотни рабочих мест создадут в 2023 году в рамках новых производств ТАСЭР «Рузаевка». Около 200 новых сотрудников потребуется при расширении производства биохимику. 500 вакансий есть на магме и в хорошем деле. Средняя зарплата по птицефабрике – 45 тысяч рублей. Специалисты получают около 60 тысяч. При этом работников возят из пяти близлежащих районов Саранска, а также из Ульяновской области. Отток трудоспособного населения – проблема наиважнейшая. Из Мордовии люди продолжают уезжать за длинным рублем в другие регионы. Причем эта тенденция наблюдается еще в 12 регионах Приволжского федерального округа. Есть в Мордовии и скрытые резервы. Например, в республике 63 тысячи так называемых «маятниковых мигрантов». Получается, что уроженцы Мордовии едут за 3-9 земель, а в самой республике дефицит кадров. Приходится привлекать варягов. Эту тенденцию нужно переломить. Необходимо будет проанализировать, начать с анализа того по рабочим специалистам, кто въезжает, кто выезжает, причины. По миграционному притоку обязательно надо начать регулировать этот процесс и направлять его там, где это нужно. Пока сигналы поступают Рузаевский, Чамлинский, Дубенский муниципальный район, Отяшевский муниципальный район, там, где это просто катастрофически не хватает, они выгодны перекрываться иностранной рабочей силой. Я не говорю, что это плохо. Просто тот уровень зарплат, который там устанавливается, он вполне приемлем для наших людей. Просто мы или не переучиваем, или с ними не работаем, не доходим до них, не объясняем. С таким трендом мириться просто нельзя. В очередной раз глава Мордовии поручил председателю правительства Владимиру Сидорову навести порядок и представить план действий, конкретные меры, которые позволят устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, помогут людям найти работу и жить вместе со своими семьями в родном регионе. Эта задача должна быть решена в кратчайшие сроки. Вячеслав Кузьменко, Сергей Кувакин. Народные новости. 22 ноября состоялось заседание Совета непарламентских политических партий при Государственном собрании Республики Мордовия. На повестке дня был ряд серьезных вопросов. В рамках встречи обсудили работу депутатского корпуса Госсобрания, деятельность уполномоченного по правам человека. Что было достигнуто за текущий год и какая работа была проделана? Далее в сюжете. В приемное Государственное собрание за текущий год поступило более 624 обращений. Жители Республики беспокоили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, трудоустройства, благоустройства общественных территорий, социального и пенсионного обеспечения. Ни один вопрос не остался без внимания. Об этом сообщил председатель Государственного собрания Республики Мордовия Владимир Чебиркин на заседании Совета непарламентских политических партий. Сегодня в федеральных, региональных, в городе строительство дорог, 178 объектов дорог было включено в этот план. На сегодняшний день 172 объекта, 172 дороги это вот выполнено. 6 дорог осталось буквально в течение двух недель до этого. Такого вот никогда этого не было. 6,7 миллиарда рублей было направлено на решение данных вопросов. На заседании высказался и уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия Валерий Левин. Он отметил, за прошедшие 9 месяцев текущего года было рассмотрено 1323 обращения. В их числе и вопросы от беженцев с недавно присоединившихся территорий к России. Около 140 обращений было со стороны лиц, прибывших на территорию Республики Мордовия. Около 140 обращений. Я должен сказать, буквально в первые дни мы выработали формат нашей работы с этим контингентом. И совместно с пенсионным фондом, совместно со службами миграции МВД по Республике Мордовия, Министерство соцзащиты, мы практически еженедельно встречались с этими людьми. Вопросы касались обретения гражданства, пенсионного обеспечения, трудоустройства. Поступали обращения и по частичной мобилизации. Для этого оперативно организовали бесплатную юридическую помощь лицам, подлежащим призыву. Кроме того, на заседании обсудили и взаимодействие политических партий с избирательными комиссиями в Республике, а также применение территориальными органами Министерства России федерального закона о политических партиях в Мордовии. Арина Хайрова, Сергей Соколов, Народные новости. 23 ноября приговор выслушал экс-руководитель, владелец КСБанка Владимир Грибанов. Его обвинили в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации. Суд приговорил Владимира Грибанова к штрафу в размере 900 тысяч рублей. Также бывшего банкира лишили права управления финансовыми организациями на два года. Владимир Грибанов отметил, что с приговором согласен и продолжит заниматься возмещением ущерба, связанного с банкротством КСБанка. Также по делу обвинялся и первый зам Грибанова Сергей Сажин. Ему суд назначил штраф 800 тысяч рублей. В Саранске завершился ремонт дорожного полотна по улице Старопосадской на участке от Саранской до Республиканской. Наша съемочная группа оценила качество работы и готова поделиться своими впечатлениями. Ремонт Бативградского моста поистине долгожданное событие в жизни города. Но не он один требовал к себе внимания. Прилегающая к мосту дорога также нуждалась в ремонте. Речь об участке от улицы Саранской до Республиканской. Со временем асфальта на четырехполосной дороге шириной 15 метров становилось все меньше. А вот ямы и выбоины росли с каждым днем. Все существенно поменялось 8 ноября. На улице Старопосадская начался долгожданный ремонт. При содействии главы Республики Мордовия Сдунова Артем Алексеевича в Дорожный фонд Республики были выделены дополнительные средства на ремонт автодороги по улице Старопосадская. В связи с чем был произведен ремонт данного участка дороги протяженностью 600 метров. Всего за 8 дней рабочим удалось привести дорогу в надлежащее состояние. Ремонт осуществлялся в три этапа. Первым делом сняли старое асфальтобетонное покрытие. После фрезеровки поврежденного полотна и выравнивания покрытия приступили к укладке нового асфальта. Для того, чтобы по максимуму оценить качество проведенных работ и насладиться дорогой по улице Старопосадская, остается дождаться окончания ремонта Батевградского моста. Его обещают открыть в срок в декабре этого года. Ирина Суконкина, Народные новости. 10 тысяч социальных контрактов заключили жители республики с 2020 года. Благодаря господдержке в районах Мордовии и Саранске появились новые семейные фермы, швейные ателье, салоны красоты и многое другое. Например, в Тенгушевском районе супруги открыли цветочный магазин. Как бизнес развивается спустя несколько месяцев, узнала наша съемочная группа. Из мамы в декрете в руководителя собственного магазина. О цветочном бизнесе Юлия Вельмова мечтала давно, а тут сошлось все. Предложение мужа открыть свое дело, спрос жителей района на свежие букеты и социальный контракт. На развитие бизнеса супруги получили 250 тысяч рублей. Мы потратили на холодильное оборудование, на сплит-систему, потом на инвентарь потратили. Если бы не социальный контракт, может быть даже мы не открылись. А это первый толчок на открытии своего бизнеса. Сейчас супруг занимается закупкой товара и доставкой цветов. Юлия работает с покупателями и составляет букеты. Открытие магазина совпало с рождением второго ребенка, поэтому бизнес пришлось развивать буквально с новорожденной малышкой на руках. Зарычившись поддержкой родителей, супруги не просто остались на плаву. За несколько месяцев они увеличили ассортимент товаров и планируют дальнейшее расширение магазина. Хорошо, и у нас заказывают онлайн с букеты, как бы с доставкой на дом. Люди, например, там с городов, у кого там дети далеко от родителей живут, заказывают букеты и мы доставляем. В дальнейшем планируем как бы расширяться. Там как бы залили фундамент, хотим уже в дальнейшем расширять магазин, потому что мало места. В Тенгушевском районе в этом году заключили 93 социальных контракта. Эта программа не только про развитие своего дела. Она включает в себя несколько направлений. Например, 46 жителям муниципалитета помогли устроиться на работу и 8 из них пройти обучение. 26 контрактов заключились с теми, кто нуждался в помощи. Например, покупки лекарств или проведение водопровода. 9 семей вложились в личное подсобное хозяйство. Также благодаря соцконтракту в Тенгушевском районе появилась точка быстрого питания, новая парикмахерская и кабинет логопеда. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости, Тенгушевский район. С небольшого по масштабам, но весьма заметного по общественному резонансу пожара началась в Саранске среда 23 ноября. Не заметить полыхавший прямо в центре города автобус шансов было мало. К счастью, жертв и пострадавших нет. Где случилось ЧП и каким выводом пришли спецслужбы, расскажет Татьяна Бажанова. Рано утром 23 ноября в центре Саранска сгорел пассажирский автобус. Происшествие случилось на перекрестке улицы Коммунистическая, проспект Ленина. По словам очевидцев, сначала был слышен хлопок, а потом появился огонь. По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7 часов 27 минут. При движении автобуса водитель услышал треск в подкапотном пространстве. Проехав еще несколько метров, транспортное средство остановилось. Все пассажиры и водитель вышли из салона. После чего произошло возгорание. В 7 часов 35 минут возгорание было локализовано. В 7 часов 38 минут пожар полностью ликвидирован. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативные группы МВД по Республике Мордовия, сотрудники госавтоинспекции и МЧС. На момент возгорания в салоне автобуса пассажиры и водители отсутствовали. Сотрудники госавтоинспекции регионального МВД обеспечили беспрепятственный проезд к месту происшествия автомобилей специального назначения. Также осуществляли регулирование движения транспортных средств. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания явилась разгерметизация топливной системы. Автобус принадлежит одному из предприятий и перевозил к месту работы порядка 40 человек. Во всех обстоятельствах происшествия разбираются следователи Ленинского отдела Саранска. Они проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. По предварительным данным, самовозгорание произошло в моторном отсеке. К настоящему времени следователи, следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета осмотрели место происшествия. В рамках проверочных мероприятий опрашиваются очевидцы, пассажиры, а также водитель автобуса. Изъяты необходимые документации. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 23 ноября – заключительный день второго этапа Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», инициированной Управлением по контролю за оборотом наркотиков. В рамках операции сотрудники ведомства провели ряд мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни у подрастающего поколения. О том, какая работа была проделана, расскажет Анастасия Целигина. «Дети России» – это межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция, которая проходит в два этапа. Первый из них был реализован с 4 по 13 апреля во взаимодействии с Министерствами здравоохранения, образования, просвещения и Росмолодежью. Всего за 9 дней по всей стране было проверено более 12 тысяч объектов транспортной инфраструктуры. Состоялось почти 6,5 тысяч рейдов по досуговым заведениям, а также более 20 тысяч мероприятий по отработке мест массового пребывания молодежи. Второй этап операции начался 14 ноября, а завершился 23 числа. В Республике Мордовия также реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. И проводится комплекс мероприятий не только в городском круге Саратска, но и в муниципальных районах республики. Каждый из дней операции ориентирован прежде всего на формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к наркотическим и психотропным веществам. Еще одна цель – уберечь их от вовлечения в преступную деятельность. Поэтому полицейские и сотрудники профильных организаций до мелочей продумывают программу, чтобы максимально заинтересовать ее участников. Так, одним из самых интересных стал турнир по быстрым шахматам. В рамках комплексной мероприятийно-профилактической операции «Дети России» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Мордовия совместно с Мордовским Республиканским Молодежным Центром, а также Новкофункциональным Центром Детского Развития «Аврора» проводятся турниры по быстрым шахматам. Участниками данного турнира являются молодежь в возрасте от 10 до 26 лет. Победители будут награждены памятными подарками и дипломами. Данное мероприятие у нас проводится не впервые. Традиционно мы взаимодействуем с общественными организациями в целях популяризации здорового образа жизни. В заключительный день операции полицейские снова решили устроить мозговой штурм для ребят и предложили им проявить себя в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Площадкой для ее проведения стал кинотеатр «Россия». Участие в турнире приняли ребята из 24-й, 8-й и 33-й школы. Это сплощение, скажем, коллектива даже. Также просто интересы общие будут. Но все равно это интересно, увлекательно, скажем. Я думаю, что нужно всем побывать в таких, поучаствовать в таких конкурсах и играх. Разделившись на три команды, ребята отвечали на вопросы ведущего после окончания игры. Именно он подсчитывал результаты. Проигравших нет, победили знания и дружба. Однако без подарков никто не остался. Главное из которых, безусловно, формирование здоровой личности. Профилактическая работа будет продолжена. Анастасия Целигина, Народные новости. Сотрудники Госавтоинспекции России по Зубово-Полянскому району провели обследование улично-дорожной сети. Подобные мероприятия направлены на безопасность и проходят в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований. В ходе мониторинга групп в социальной сети обнаружили пост с информацией о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения в Зубово-Полянской Аким-Сергеевке. В частности, речь шла об отсутствии обустроенных пешеходных переходов. С целью проверки этой информации сотрудники Госавтоинспекции района и представители организации, которые обслуживают участок дороги, организовали выездной осмотр. Выяснилось, что зебр в поселке Три, а не предусмотрены проектом организации дорожного движения. Каждый переход освещен по периметру проезжей части, установлены необходимые дорожные знаки. Строительство дополнительных пешеходных переходов проектной документации не предусмотрено. Метеорологическая зима пришла в Темников совсем недавно, а театральная чуть раньше. Все потому, что артисты молодежного театра на Булаке из Казани привезли жителям старейшего города Мордовии одноименную постановку трагикомедии. За перипетиями судьбы ее героев наблюдали Ирина Радайкина и Сергей Соколов. История двух молодых солдат, замерзающих в зимнем лесу, зрителей Темниковского дома культуры, подкупила своим жизнеутверждающим посылом, романтикой глубоких разговоров и необычайных событий прошлого. Трагикомедия «Зима» Рустама Фаткулина по пьесе Евгения Гришковца не оставила равнодушным никого. В зале смеялись над нелепыми ситуациями и грустили в финале из-за судьбы двух полюбившихся героев. Театр 13 лет исполняется, 13 лет театр ездит с этим спектаклем и везде он пользуется интересом. Вот сейчас мы приехали, лично я уже приехал второй раз в Саранск, в Мордовию. И по Мордовии мы как-то сами даже задумывались, может быть, почему опять зима, но нет, люди ждут, люди ждут этот спектакль, люди любят спектакль. У нас же в театре у нас все по-настоящему, и вот это все по-настоящему уходит в зрителя, через актеров, через режиссеров, через основателей, через директоров. Кроме Темникова спектакль успел побывать на сцене домов культуры Атяшева и Ковылкина. У молодежного театра на покорение мордовского зрителя большие надежды. В будущем планируются не только гастроли казанских артистов, но и прочное обоснование в столице республики. Идея у нас такая, чтобы открыть все-таки в Саранске, в Мордовии свой театр, молодежный театр. Чудесные люди, замечательные, милые, добрые, творческие. Играть в филиале казанского театра будут молодые актеры из Мордовии. Репертуар составит уже известные и популярные в столице Татарстана постановки. А со временем он пополнится новыми спектаклями, разработанными уже мордовскими служителями мильпомены. Ирина Радайкина, Сергей Соколов. Народные новости, Темниковский район. 23 ноября прошел семинар молодых литераторов. Опытные коллеги, мастера слова не только охотно делились своим опытом, но они без интереса выслушивали точку зрения молодых писателей. О том, как прошел семинар, готов рассказать Андрей Гаврилин. Поколение опытных и начинающих писателей очередной раз показывает свою взаимную открытость к общению. 23 ноября на базе Дома печати Мордовский союз писателей организовал ежегодный семинар молодых литераторов. Участников разделили на четыре секции, в зависимости от языка, на котором они пишут, и жанровой принадлежности их произведений. Общение было двусторонним и подарило всем поколениям новый опыт. Этот семинар республиканский, он уже стал традицией, проводится ежегодно уже более 20 лет. Его цель – поработать с талантливыми молодыми пишущими литературные произведения людьми, помочь им совершенствовать свои умения, ну и, конечно же, мы ищем новые таланты. Свои стихотворения и рассказы мордовские писатели присылали заранее, чтобы в день семинара на одной из четырёх секций прошёл профессиональный и полный анализ художественного текста. Мастера слова подмечали как слабые, так и сильные стороны в произведениях своих коллег. Пишу я недавно, начала только с первого курса. Сейчас я обучаюсь на третьем курсе. Хочу как можно больше узнать секреты, наверное, письма. Здесь очень доброжелательная и уютная атмосфера, в которой хочется работать, хочется набираться опыта. Двери семинара были открыты для всех желающих. Формат беседы обеспечивал максимальную вовлечённость в рабочий процесс всех присутствующих. Ведь анализ чужого творчества также помогает в профессиональном росте. Уровень разный. Есть очень хорошо пишущие, есть те, которые, так скажем, хотят писать. Их нужно научить. И они учатся у более старших, более опытных товарищей. Задача руководителей секций — научить их более качественному литературному письму. Данный семинар проходит каждый год на протяжении уже 20 лет. Эта встреча закончилась, но в следующем году писатели Мордовии вновь соберутся и поделятся друг с другом своими литературными достижениями. Андрей Гаврилин, Народные новости. На этом у меня всё. Далее вас ждёт прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.